Вы что думали это все? Там человек целую жизнь выстрадал за эти несколько лет с этой ловушкой похудения. Поэтому метаболический детектив продолжается в этой части. Если вы потеряли предыдущие части или в поисках следующих частей, то найдите их в описании этого видео или в прикрепленном комментарии. И согласно моему галстуку, вперед навстречу знаниям! Следующая часть нашего метаболического детектива, посвященного проблеме ловушки похудения, индуцированному бреду преследования сниженного веса, она посвящается как раз таки анализам данного пациента, который, как мы выяснили, достаточно серьезно страдает. Постарайтесь просто прочувствовать уровень боли, который этот организм выносит, и еще психически надо выносить, чтобы такое было поведение. Да, это непросто. Сои 23 мм в час. Повышенный сои. Мне это говорит сразу. Воспаление присутствует у человека на это, что это типа третий день менструации. Но это, может быть, я где-то и приму, что сои может повышаться от менструации, но это физиологический процесс. Менструация физиологический процесс. Она не должна повышать сои настолько, что мы это замечаем в анализах выше нормы. То есть я все-таки склоняюсь в сторону того, что есть какой-то воспалительный процесс вдруг во всем организме. Ага, то есть похудение уже так просто-то даром не проходит. Видим сои. Дальше что мы видим? Эритроциты мы видим сниженные. Да, то есть это уже в сторону анемии тянет. Сниженные эритроциты зафиксировали. Дальше мы видим, что гемоглобин 125. Конечно, по этим нормам, которые здесь, это еще не анемия. Но для меня у женского организма этого возраста все, что ниже 140 уже в сторону анемии. А тут уже 125, а официально анемия начинается со 119. То есть первая степень. В данном случае я все-таки уже готов сказать, что это, так скажем, анемия легкой степени тяжести. В данном случае железо дефицитное как минимум, потому что низкий гемоглобин. И дальше еще ферритин мы увидим низкий. То есть истощение происходит раз. А еще может быть и воспаление заставляет остатки железа прятать из гемоглобина. Да, гемоглобин снижен. Мы зафиксировали. Следующее. Очень высокий получается MCV. Средний объем эритроцитов. Опа! Это у нас о чем говорит? Что у человека может быть не только железодефицитное анемия, но еще может быть и B9, то есть фолиеводефицитное анемия, при которой как раз таки будет повышаться MCV. Ну а кроме B9, тут еще и вся группа B. И B6, и B12, например, как минимум будут участвовать в показателе MCV. И на этот счет как раз я же снимал видео, рассказывал о продукте, который снижает MCV, улучшает показатель RDW-CV. Это как раз таки является говяжья печень, которую человек патологически боится есть. Тем не менее, человеку нужны витамины группы В. Скорее, срочно, как можно скорее. Потому что MCV достаточно высокий. Фиксируем, что человек, я спрашиваю, сдавали ли вы гомоцистеин. Человек никогда не сдавал гомоцистеин. На таком фоне, с такой картиной по витаминам B, с таким состоянием психики, возможно, будет повышенный гомоцистеин. Поэтому я и попросил человека сдать, но результатов я еще не видел, поэтому в этой лекции они доложены не будут. В принципе, в этом анализе крови больше я ничего особенного доложить не смогу, кроме того, что лейкоциты, например, 5,54, что, ну так средне, да. 4,5 это было бы, например, идеально. Но когда мы видим 5 и выше, это уже в сторону набирающего силу воспаления. Поэтому какое-то подострое воспаление у человека в данном случае еще может быть. Хотя остальная такая поверхностная лейкоцитарная формула, она не изменена. Это еще не значит, что внутри, если мы возьмем иммунограмму, то есть оценку иммунного статуса, там не будет отклонений. Здесь они возможны. Раз мы видим такую картину с соей повышенным, для нас возникает вопрос, где-то есть неустановленный очаг воспаления. Он на данный момент не найден. Посмотрим в следующих анализах. Следующие анализы касаются биохимии. Здесь что мы видим? Аланин аминотрансфераза и АСТ. Аспартат аминотрансфераза. Два анализа, которые по женским нормам должны быть меньше 25. И вот АСТ он уже 33,7. Это уже для женских норм повышение. Поэтому АСТ я зафиксировал повышен. АЛТ 24,4 должен быть не более 25. Но он, так скажем, под верхнюю границу. Так, чтобы полностью уверенно сказать, что ожирения печени нет, мы исключить не можем и УЗИ у нас нет. Но АСТ в сторону, что повреждения есть печени. Это как раз таки что? Тихой сапой, как говорится, крадется токсический гепатит. Поэтому человек желтый все еще находится. Откуда токсический гепатит? А я сказал, это та самая горциния, камбоджия, которую человек употребляет в целях похудения. Вот этот бред похудения заставляет людей употреблять токсические вещи непрерывно. Потому что эта же ситуация длится с 2019 года, когда случилось это все впервые. Человек все еще с желтизной не расстался, потому что продолжает прием комплекса, который повреждает печень. Вот такая ситуация происходит. Дальше, что мы здесь зафиксировали, что белирубин общий понижен. На самом деле интересно. Это хотя бы говорит о том, что это не гемолист. Кстати, что еще может снижать белирубин? Это что-то из добавок, которые принимает человек. Мы видели там достаточно длинный список. Может быть что-то еще принимается. Поэтому добавки нужно тут сбросить на ноль. Посмотреть белирубин через какое-то время без добавок. Дальше, почему я еще заострил внимание на сое? Потому что дальше подкрепляется у нас понимание воспалений через С-реактивный белок. С-реактив протеин тоже повышен. Полтора показывает. При норме-то до единицы, потому что это сверхчувствительный. То есть теория о том, что воспаление могло быть вызвано первыми днями менструации, она совсем сходит на нет для меня. Потому что С-реактивный точно не должен меняться в зависимости от менструации. Это точно белок острой фазы воспаления. То есть воспалительный процесс существует в организме. Только где он на данный момент? Это нам еще не удалось установить. Мочевая кислота повышена. Да, это скорее всего артефакты, отголоски предыдущего метаболического синдрома. Потому что помним, что человек когда-то весил 110 кг в 2017 году. И тогда мочевая кислота могла быть еще выше. И вот она здесь просто осталась. И она пока никуда не будет уходить. Потому что метаболизм все еще не починился. Все еще какая-то доля инсулинорезидентности, то есть сниженная чувствительность к инсулину, она остается. Поэтому пока это так. Но это не самое, так скажем, вызывающее переживание состояние, которое у этого организма существует. Дальше. Три глицерида, 1,13. Да, это еще не перебор, но это уже ползет к верхней границе. Это не идеально. У человека, у которого более-менее ровно течет метаболизм, я ожидаю обычно увидеть единицу. А тут 1,13. То есть это в сторону опять остатков метаболического синдрома. Гликированный гемоглобин. 5,3. Что больше, чем нам хотелось бы, потому что все, что свыше 4,9, 5,0, это уже в сторону повышения количества атеросклеротических отложений в артериях. Да, я об этом выпускал, у меня на сайте есть, обязательно почитайте обзор на гликированный гемоглобин и видео на этот счет есть. То, что чем выше гликированный гемоглобин, даже до тех значений, где преддиабет, даже еще меньше, да, тем выше уже атеросклероз. У людей, у которых нет диабета, представляете? То есть гликированный гемоглобин выгоднее иметь 4,9,5. Выше уже количество атеросклероза растет. Ну атеросклероз привлекает все возможные эти проблемы с сосудами, да. Инсульт, инфаркт, тромбоз и прочие причины смерти, да. Номер один, кстати, на планете все еще. Дальше у данного экземпляра мы наблюдаем холестеролы повышены. Мы теперь знаем, что холестеролы повышены, я об этом раньше говорил, что человек находится под нагрузкой, а под нагрузкой требуется больше гормонов против стресса, которые борются, тот же кортизол. Поэтому холестеролы, из которых производится кортизол, они повышаются. Общий повышен 7,2, ЛПВП 2,04 тоже повышен. Ну понятно, что и LDL, который они называют плохим, а на самом деле это просто холестерин низкой плотностью, он тоже будет повышен. Это относительно нормальная реакция на то, что с человеком происходит. С другой стороны, это не отменяет, что здесь может быть еще доля гипотиреоза заложена, да. Потому что у человека, как мы видим дальше, тоже щитовидная железа уже под нагрузкой, и из-за этого тоже может переть холестерол вверх. Так, это мы зафиксировали. Дальше ферритин снижен, я здесь сообщаю, действительно ферритин 42,4. То есть у человека все-таки железо куда-то пропадает. Надо железо пополнять, восстанавливать. Ну на этот счет, кстати, можно использовать и препараты железа, можно и через вену пойти. Но пока вот такой воспалительный фон, который мы зафиксировали, да, цирреактивный белок, соя, я бы не стал вводить железо через вену тем более, пища еще ладно. Но насчет пищи, как раз на канале есть лекция о том, как пополнять свой железный статус. Обязательно посмотрите, это очень работающая, эффективная вещь, да. Особенно эти железные секретики, которые там не все знают, да. И думают, что с помощью пищи практически невозможно ферритин-то восполнить вместе с железом. А на самом деле это можно, главное знать как. И там я это как раз рассказываю. Так, следующие анализы, которые у нас здесь есть. Человек, да, измерял кортизол, представляете, да. Кортизол не часто вообще люди измеряют. И я на самом деле практически не говорю людям измерять кортизол. Потому что даже когда он бывает повышен, это еще не значит, что мы его застанем в анализах. Потому что по-разному там это все работает. Еще требует иногда и слюны сдавать. В общем, смысл такой. У данного человека поймали кортизол даже в крови повышенный. Это значит, что он по-любому везде будет повышенный. Да. 20.6 при норме до 19.4. Ну вот нам и понятно, да, что человек под стрессом. Вся эта ситуация, в которой живет человек, вся эта жизнь похудательная, истощательная, она вся является стрессом. И в ответ на весь этот стресс возникает в крови кортизол. Чтобы бороться с этим стрессом. То, что кортизол это не какой-то ваш враг, который надо снижать скорее-скорее. Вы снизите кортизол, вы умрете. То, что кортизол то, что мобилизует на борьбу все тело. Вот для этого он нужен. Поэтому, кстати, еще у этого человека воспаление же высокое. Да, мне только что пришло в голову, что кортизол это самое сильное противовоспалительное средство в организме. И у данного человека на фоне повышенного кортизола, который должен снижать воспаление, все равно повышенное воспаление. То есть, это ответ организма, спасающий жизнь. Повышение кортизола мобилизует на борьбу со стрессом и снижает воспаление. Поэтому просто так снижать кортизол это дурацкая затея. Надо снижать то, что повышает кортизол. А в данном случае, что повышает кортизол? Ну самое банальное, мы увидели, что уровень воспаления хронический повышен. Что-то вызывает воспаление у этого человека, мы еще не видим. Где-то очаг воспаления, либо он вообще, несколько очагов воспаления. Черт его знает, человек недообследован. Это раз, что повышает кортизол. Ответ на воспаление, который снижает воспалительный фон, это кортизол. Второе, это хронический, вот этот какой-то хронический среда, которая вокруг организма находится, она предъявляет повышенные требования. Что за повышенные требования? Больше двигаться, меньше кушать, активно упражняться, развиваться постоянно и прочие дела. Вот это и есть как раз таки требования от окружающей среды. Человек мало ест, человек хронически упражняется, человек нефицитикалорий. Вот оно, вот откуда растет кортизол. Просто чтобы выжить в этой ситуации, в этих здоровых привычках и тяге к похудению, вот откуда взялся кортизол. И всегда, на какой бы диете вы не худели, кортизол будет повышаться. На какой-то больше, на какой-то меньше. И поэтому люди, которые стараются разумно, интеллектуально снижать вес, не просто вот наступила пауза, делаем, плато наступило, урезаем еще больше, снова плато, урезаем еще больше, снова плато, урезаем еще больше, и вот так до бесконечности, пока организм просто не развалится. Люди разумные, как только доходят до плато, они делают перерыв, питаются на поддержание веса, чтобы гормональная система и прочие в организме компоненты, они восстановились, и тогда уже снова урезаются по калориям, больше двигаются. Вот это как делают разумные люди. Но чтобы к этому разуму прийти, нужно настрадаться. И вот я как раз настрадался, и я, если кто-то ко мне обращается за похудением, то мы только так действуем. И перед тем, как худеть, мы налаживаем здоровье. У данного человека нельзя дальше худеть, потому что надо сначала наладить здоровье, иначе дальше организм выкинет какой-то еще более страшный, так скажем, номер, чем какой-нибудь токсический гепатит, еще что-то. Уже вот считайте, что на пороге. Если дальше этот пациент будет себя подталкивать к похудению еще больше, еще больше вырезаться, что-то покруче выстрелит, и я об этом доложил на консультации, обязательно я это сказал, это я обязан сказать человеку правду, как вот я ее вижу. Потому что если я это не сделал, кто это сделал? Коучи всякие по питанию, да, все эти диетические лохогуру, да, блохеры? Нет. Но дошла ли эта информация, которую я сказал, именно до той точки в мозге, которая отвечает за критическое мышление, я не могу ручаться. Возможно, нужен больший стимул болевой, чтобы человек отрезвился. И главное тогда, что человек вспомнит, что я сказал, у человека осталась копия консультации, он сможет к этому вернуться и уже начать действовать. То есть я свой след как минимум оставил. Так, теперь мы хотя бы знаем, откуда берется повышенный кортизол, что к этому располагает, какие причины. Дальше, что я тут зафиксировал, это то, что у человека лептин и инсулин норма. Несмотря на то, что все говорят, вам нужно снижать инсулин, у вас будет высокий лептин, люди, которые вот так вот кричат постоянно на инсулин и на лептин, они не понимают всей этой ситуации, которая происходит. И смысл такой, у вас могут быть нормальные инсулины и лептины, но у вас может быть и вес повышенный, и может быть и воспаление в теле. То есть это вещи не сильно-то взаимосвязаны. Вся эта возня с лептином, которую так разбросали блохеры по сети, она ни к чему не привела, все еще не найдено способа как-то его имитировать, как-то влиять на него. В общем, не стало это прорывом в лечении лишнего веса. Ну и данного человека лишнего веса-то уже почти нет. Тут уже мы с другой ситуацией имеем дело. Тут уже воспалительный процесс и консервация метаболизма, и чего только нет на фоне того, что человек терял все это время вес, будучи во власти этого психоза по снижению веса. Что еще, кстати, я здесь не написал в заметках, но отмечу, что глобулин, связывающий половые гормоны, 34,9. Очень низкий, кстати, да? Очень низкий. И с одной стороны можно порадоваться, потому что обычно этот показатель, когда он большой, он связывается с половыми гормонами, он как бы сдерживает их, да? Если их много. Но также высокий глобулин, связывающий половые гормоны, является одним из показателей работы печени. Если он нормальный и высокий, это значит, что печень способна создавать вещи, которые нейтрализуют лишние гормоны в данном случае. А у этого человека не очень высокие, кстати, глобулин, связывающие половые гормоны. Значит, это либо индивидуальная особенность данного организма, либо это уже признак того, что печеночка-то повреждена. А она точно повреждена, потому что человек-то все еще желтый и все еще принимает эту чертовую горцинию, которая ядовитая, да-да? Это нужно скорее прекращать. Ну, об этом мы уже сказали. Мы видим териотропный гормон, который уже 3+. Мы знаем, что иметь надо до 2 в идеале, да? А тут уже 3+, то есть щитовидная железа уже под нагрузочкой. Что это значит? Посмотрите, пожалуйста, плейлист про щитовидную железу, да? Этот альбом содержит уже достаточно много лекций и про диагностику, и про разные клинические случаи, как себя проявляют проблемы с щитовидной железой. Посмотрите, вам сразу многое станет понятно, и там как даже дома диагностику проводить сказано, да? Ну, вот у человека ТТГ пошел вверх, значит, сама по себе щитовидная железа уже подавлена, и ей нужна стимуляция мозгом. И мозг ее в виде ТТГ от гипофиза стимулирует. Так, то есть это уже берем как бы на вооружение, да? Еще, кстати, когда кортизол повышен, то и ТТГ снижается. И здесь мы видим, что кортизол повышен, значит, если бы кортизол был меньше, ТТГ был бы выше, да? Это как своего рода такая компенсация за сниженный щитовидный метаболизм. Работает кортизол в том числе. Вот это мы видим. Хотя Т3 и Т4, в особенности Т3, нас больше всего интересует Т3, еще такой более-менее пороговый, еще как-то он выходит. Надо, чтобы не меньше трех был, тут 3,53. Это еще ничего страшного. Так, дальше. Пролактин 435, это еще не высокий, то есть не самый высокий, но он ползет к верхней границе. И если будет усугубляться гипотиреоз, то у человека поползет дальше и пролактин. А пролактин это гормон стресса. И гормон, кстати, показательный, хочу сказать. Когда у человека повышенный уровень стресса, чем выше уровень стресса, тем выше ползет пролактин. И даже мужчину, если у него повышается пролактин от хронического стресса, можно заставить давать молоко, если он хронически истощен, болеет или под каким-то стрессом. А во время Второй мировой войны людей истощали так в концентрационных лагерях, что у них пролактин повышался, и они давали молоко. Я имею в виду мужских особей. Женские-то и так поняли. Несколько лет назад человек сообщает, что был высокий тестостерон и пролактин. Но несколько лет назад это был метаболический синдром, и там на этом фоне мог повышаться и тестостерон, и эстроген, которые в повышенных количествах, потому что тестостерон переходит в эстроген, эстроген друг с другом повышает пролактин эстрадиол, а эстрадиол может повышать пролактин. Поэтому это закономерная вещь. Просто сейчас это, так скажем, отголоски метаболического синдрома. Но сейчас тестостерон мы сверху видели, он нормальный, поэтому это нас не сильно волнует. В общем и в целом эти анализы говорят нам что? Что человек под какой-то стрессорной нагрузкой, собственно истощение, дефицит калорий, похудение, это все оно. Дополнительная физическая нагрузка каждый день, это все оно. Хроническое недосыпание и вывих циркадного ритма, что я называю, это все оно. Но повышенный уровень воспаления, причем мы не знаем откуда этот источник воспаления. Ну мы знаем один источник, это токсический гепатит, который от приема добавок скорее всего, это здесь есть. То есть это один из источников воспаления, может ли быть другой? Может быть, но мы пока не знаем есть ли у нас собственно в печени. Мы даже УЗИ еще не видели у данного человека, но все указывает, что токсический гепатит есть. Поэтому и повышение печеночных ферментов у нас есть, и цириативный белок высокий. В общем, все указывает на то, что печень значительно на самом деле повреждена и она в не самой лучшей кондиции. Вот с этим нужно разбираться в первую очередь, до всех этих похудений, которые у данного организма на уме. Потому что захвачен бредом похудения. Спасибо за внимание. Следующая часть метаболического детектива о ловушке похудения уже скоро выйдет на канале, либо уже доступна, если вы смотрите это видео, позже остальных. На всякий случай проверьте ссылки в описании и в комментарии к видео. Вечер на планете всегда добрый. Спасибо.